Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео будет яркий, сочный летний маникюр, а также немного информации о моей новой вытяжке. Если вам это интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео стали вот эти ручки. Этому маникюру уже точно больше месяца, но, как видите, относилось покрытие очень хорошо. Приступаю к снятию старого материала. Хочу вам сегодня немного рассказать о своей новой вытяжке. После того, как у меня на странице в инстаграм появилась стори с вытяжкой Веракса, сразу посыпалось очень много вопросов, как она в работе. Я решила изначально ее испытать и уже потом сделать вам подробный разбор. Так что сегодня готова рассказать вам о всех плюсах и минусах этой вытяжки. Лично я люблю встроенные пылесосы. Настольные занимают много места, их нужно постоянно ставить на стол, потом забирать. В общем, возникает много возник. Со встроенными таких проблем нет, включила кнопку и работаешь. Перед покупкой этой вытяжки я понимала, что мне придется покупать новый стол, либо же менять столешницу в старом. Но гулять так гулять, решила поменять все. Так что мастер сделал мне новый стол и сразу же в него установил вытяжку, так как написано в инструкции. Рассказ о вытяжке, наверное, я начну с ее минусов. Первое это шум. Так как мотор стоит очень мощный, она действительно громкая, но к этому звуку я привыкла буквально за один день. Второй минус, если его так можно назвать, это цена. Сразу говорю, это не бюджетный вариант, а так как я живу в Украине, к стоимости вытяжки добавилась еще стоимость доставки. Но как только я сделала с ней первую коррекцию, я поняла, что вытяжка стоит этих денег. На этом все минусы и закончились. Хочу вам рассказать, что количество пыли, которое убирает пылесос, зависит не только от самой вытяжки, но и от других факторов. Если я снимаю гель-лак и работаю фрезами с красным или зеленым маркером, то получается очень мелкая пыль, которую пылесос втягивает очень хорошо. А вот когда работаю с фрезами с черным маркером, снимаю твердые материалы, пыль уже покрупнее. И пылесос втягивает ее немножко хуже. Но при этом стол остается чистым и пыль не летает в воздухе. Часть пыли остается на металлической решетке, а остальное собирается на фильтре под столом. У вытяжки есть два фильтра. Это первый тоненький, на который и собирается вся пыль. И второй, основной, гармошка. Верхний тонкий фильтр я чищу каждый день после работы. Делать это очень просто и без лишних усилий. А вот второй гармошку я еще ни разу не чистила, так как в этом просто нет нужды. В общем, хочу сказать, что я очень довольна этой вытяжкой и ничуть не жалею, что выбрала именно ее. Она не только классно работает, но и очень стильно выглядит. Если вы обладатель такой же вытяжки, пишите в комментариях, нравится ли вам она. Я думаю, всем будет интересно почитать ваше впечатление о ней. Ну и если вдруг у вас остались какие-то вопросы по вытяжке, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Клиентка попросила сегодня длину не убирать, так что пилкой просто подправляю форму. Пилкой 220 грит склаживаю остатки базового покрытия. Также можно этой пилкой пройтись по натуральному ногтю вместо уже бафа. И это будет подготовка под гирлак. У моей клиентки кутикула очень нежная, тонкая. Поэтому я отсоединяю ее от ногтевой пластины с помощью деревянной палочки, а не пушера. Дальше в ход идет аппарат. Беру фрезу пламя с острым носиком и толстым пузиком. Диаметр этой насадки примерно 2,3. Включив режим форвард и скорость 15 тысяч оборотов, обрабатываю правую сторону. Затем меняю режим на реверс и вычищаю птерики с другой стороны. Ножницами срезаю кутикулу, а срез зашлифовываю шариком. Скорость 5000 оборотов на режиме форвард. В последнее время мне очень нравится вычищать всю пыль, которая собралась в пазухах после комбинированного, либо же аппаратного маникюра. Раньше я использовала для этой цели кератолитик, но даже самый щадящий кератолитик немного может разъесть живые ткани. А вода не приносит никакого вреда, просто увлажняет кожу. Главное после такой обработки нанести на ногтевую пластину вспомогательные жидкости. Обязательно дегидратор и бескислотный праймер. Для сегодняшнего дизайна нужно нанести камуфлирующий цвет. Мы решили сделать это камуфлирующей базой, но под камуфлирующую базу я всегда наношу тонкий слой прозрачной обычной базы. Сегодняшний дизайн будет ярким и стильным, отличное решение на лето. Для исполнения он очень простой, можно использовать разные цвета, которые есть в палитре. В конце дизайн перекрываю матовым топом. Вот такой пятнистый маникюр получился. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн. Если видео было интересно для вас, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Я в свою очередь, конечно, надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok